МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жизнь этого человека была до обидного короткой, но невероятно насыщенной и яркой. Недаром позже его стали называть не иначе, как промелькнувший метеор. За каких-то 30 лет своего пребывания на этой земле он успел исследовать огромные территории Казахстана и Киргизии и оставил после себя неоценимые научные труды. Чистейший и честнейший человек, так говорили о нем. Сегодня хит респектит выдающемуся казахстанскому ученому, этнографу и путешественнику Шокану Алиханову. Нельзя сказать, что у Шокана было трудное детство, как это обычно бывает с гениальными людьми. Он появился на свет в семье старшего султана-полковника в красивейших местах Кокшетау. При рождении мальчику было дано мусульманское имя Мухаммед Канафия. Позже придуманное его матерью прозвище Чокан закрепилось как официальное имя. Его воспитывала по большей части бабушка Айганым. Она неустанно прививала внуку любовь к знаниям через старинные казахские легенды и предания. Она была для Алиханова кем-то вроде знаменитой няни Арины Родионовны. Не ищен өмір суретініңді ұмытпасаң, негізгі жолдан таймасаң, мақсатқа жетігі бұлады. Кім және не іщен? Мұныңыз сізге кәдімгі дэн жолуның бір тармағы сияқты көрімбейме? Сыйнар тәңіріңізді мейлі халықтеніз, мейлі прогресстеніз, алай додан сытың бәне өзгірімме? Жоқ. Жоқ. Жық. Жық. Осенью 1847 года 12-летний Шоқан в сопровождении отца прибыл в Омск и был определен в кадетский корпус, считавшийся лучшим учебным заведением в Сибири. Большое внимание здесь уделялось географии Казахстана, а также истории казахского народа. Шоқан учился отлично. Уже в кадетском корпусе будущий путешественник имел связи с крупным востоковедом Березиным, труды которого побудили его заняться изучением восточных средневековых хроник. Приняв участие в 1855 году в поездке генерала Гасфорта, Шокан совершил большое путешествие по центральному Казахстану и Тарбагатаю, Семеречи. Во время одной из экспедиций у Алиханов знакомится с Семеновым Тяньшанским. Осенью 1856 года Шокан посещает Кульджу, ведет переговоры с китайскими властями о вопросах улучшения торговых связей между двумя странами. А двумя годами позднее он совершил свою знаменитую поездку в Кашгар, представлявший собой белое пятно в европейской науке. Гибель Шокана в возрасте 30 лет потрясла близких. Пережившие его мать и отец пребывали в безутешном горе. Его сравнивали с орлом, покорявшим недоступные вершины, метеором, сверкнувшим на небосводе. Память о Шокане чтят потомки его братьев и сестер, среди которых немало известных в Казахстане и за его пределами личности. Субтитры создавал DimaTorzok